Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте! Самые лучшие на свете зрители! Очень рада вас и хочу в первую очередь поблагодарить вас за ваши комментарии. Очень приятно, когда вы пишете мои видео, вам помогают как-то успокоиться, отвлечься от ужаснейших событий, которые происходят в последнее время. Ну и этим вы поддерживаете меня, потому что мне благодаря этим комментариям тоже как-то становится легче пережить и работать для того, чтобы как-то успокоиться. Поэтому я продолжаю снимать блошинные рынки, поэтому я продолжаю снимать свои любимые сервировки стола. Ну и в последнее время я стала чаще ездить по храмам. И я там молюсь за вас, за себя, за свою семью. Ну, в общем, вот эта духовная поддержка мне необходима. Вот сегодня я предлагаю вам один из... Ну, периодически я, конечно, снимаю видео про храмы, но вот сейчас хочу серию видео про храмы вам выпустить. И вот это один из этого видео про замечательный храм, церковь, как мы привыкли говорить, на Воробьевых горах. Друзья, мы с вами находимся на смотровой площадке на Воробьевых горах. Слева от нас Москва-Сити, а прямо перед нами спортивный комплекс Лужники. Чуть левее от площадки и находится храм живоначальной Троицы на Воробьевых горах. Главный престол освящен в честь Святой Троицы. Пределы же в честь святителя Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского. Главный престол освящен в честь Святой Троицы. Троицкая церковь на Воробьевых горах связана с историей древнего дворцового села Воробьева, известного по летописям с 1950-х годов. Троицкая церковь упоминается и в 1644 году как очень древняя церковь села Воробьева. К концу 1790 годов храм сильно обветшал и по приказу Екатерины Великой был разобран. Нынешнее здание храма начало строиться в 1811 году в стиле ампир, позднего классицизма по проекту архитектора Александра Витберга. Четыреугольный в плане, с порталами, украшенными колоннами, однокупольный, с двухъярусной колокольней. В 1812 году здесь перед советом Филях молился Михаил Кутузов. Здание уцелело во время наполеоновского нашествия. Строительство было завершено в 1813 году. С тех пор храм дважды подновлялся. Сейчас немножко выделяется тем, что она построена и выполнена в стиле модерна. Как вы можете видеть, здесь находится у нас крестильна для детей, а также бакдистерий для взрослых крещений. Что интересно, на стенах храма показаны росписи всех моментов, связанных с крещением. Начиная от крещения Господня, приходя ко крещению еретика апостолам. И у нас непосредственно также висят молитвы, которые помогают крещаемым во время таинства крещения. Отдалённая от центра Троицкой церкви чудом уцелела в советское время. Хотя Воробьёвым горам большевики уделяли внимание. Где-то здесь была дача самого Луначарского, а потом и Хрущёва. Переименовать Воробьёвы горы в Ленинский предложил никто иной, как Красин в феврале 1924 года после смерти Ленина. В очередной раз церковь уцелела при строительстве высотного здания МГУ в конце 40-х – начале 50-х годов. А такое строительство обычно никого не щадило. Троицкая церковь не только спаслась от социалистических разрушений, но даже не закрывалась в советское время. Поэтому сохранился её старинный интерьер. Более того, после известного большевистского запрещения колокольного звона во всей Москве, именно в Воробьёвской Троицкой церкви продолжали звонить колокола. И православные москвичи тайком ездили на Ленинские горы послушать благостный звон на этом чудом оставшемся заповедном островке Старой Москвы. Внутри храм устроен в форме квадратной палаты. Алтарь отделён деревянной перегородкой, имеющей три пролёта – для дверей царских, северных и южных. Чудесная, небольшая по размерам церковь. Имени особенно покорили цвета – нежные зелёные в сочетании с нежно-розовым. Четырёхъярусный иконостас – новое устройство, с колонками, украшенными деревянной резьбой. Царские двери двустворчатые, с резными узорами и полукруглым верхом. Внимание на то, что рядом с нашим алтарём находится икона Спасителя. Она является восстановленной иконой 18 века. Восстанавливали её слой за слоем, поновляли и добрались до этого слоя 18 века. Икона называется «Господь-сидержитель моления о чаше». По вериям верующих эта икона способна чудотворить, и она чудотворит. Были свидетельства о чудесах, связанных с этой иконой. А также слева от нашего предела вы можете увидеть икону Богородицы, которая называется «Благодатное небо». Икона тоже создана на рубеже 18-19 века, очень значима для нашего храма. И после каждой воскресной службы перед ней совершается молебное пение. Что у нас ещё сохранилось из 19 века? Как мы можем видеть, у нас существует иконостас, и на нём есть иконы Спасителя и Богородицы. Справа и слева царский фрат, которые являются сохранившимися из 19 века. Также преграда на салии, которую вы можете видеть, и которая ограждает салию от трапезной части храма. Она тоже является сохранившейся из 19 века. И хоруги, которые стоят у нас на салии, тоже 19 века. Богородицы Богородицы Богородицы